всем привет с вами ольга чернова моя городная звука 22 мая как я уже говорила в этом году первый раз в жизни я поставила не самодельную вот эту вот тепличку как всегда тоннели делала а заводскую и я обещала что все все наблюдения вот что с ней происходит какие-то плюсы или минусы я все буду рассказывать тем более люди интересуются и вот сейчас по двум вопросам только что вот прочитала комментарий я сейчас отвечу на два вопроса вот и до этого писали когда я только устанавливала люди писали что вот это вот ткань райзен все знают что выговорить ее не могу но разин фаузен разин фаузен что ли что она вот из-за того что у нее здесь такая вот пористая дырчатая структура что она пропускает дождь вот сегодня это чудо теплица первое испытание прошла у нас всю ночь листал дождь и люди до того еще как я установила говорили что дождь сквозь нее проходит и вот получается такая мельчайшая мельчайшая как бы водяная пыль и оседает на томатах и томаты потом весь день стоят мокрые ну потому что она не продувается и не просыхает я утром первым делом прибежала сюда посмотреть действительно ли маги томаты стоят все мокрые и не просыхают но сейчас то конечно они уже не мокрые но и утром они не были мокрые я вот только подумала что нужно сказать об этом что нет вот первый дождь прошел и она прошла испытания томаты не намочились и сразу же увидела комментарий на эту же тему уже новый вот виолета фиолетова спрашивает так 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 они это на просвет а это людмила хаджамедова спросила пропускает ли чудо теплицы осадки и нужно ли кидать дополнительную пленку я вот все сегодня утром осмотрела но может быть недостаточно может быть нужен какой-то сильно другой ливень вот видите если вам видно видите вот разводы вот здесь вот ну как вместе с дождем который падал сюда вот эти грязные разводы пыль видать как прибивала кроме этих разводов таких грязных и мокрых снаружи ничего от дождя я здесь не нашла и земля сухая как было видите земля совершенно сухая все сухо и томаты сухие и были сухие они идем так что вот первое испытание дождем чудо теплица выдержала на отлично потом вот как раз виолета фиолетова я выписал специально даже эти вопросики сегодня написала так теплица подождите свои каракули не могу разобрать а некоторые блогеры это я так написала некоторые блогеры утверждают что в ней мало света для томатов а какое ваше мнение но я сразу скажу что я такой человек что за неделю у меня мнение не может сложиться я не могу сказать что вот я только высадила томаты они тут неделю просидели и все я свое авторитетное мнение заявляю что света здесь достаточно нет конечно я буду за ней наблюдать но я считаю вот если логически поразмыслить что количество света будет напрямую зависит зависеть от нашей погоды вот у нас стояла такая жара что этим бедным томатам приходилось тут укрываться наоборот от палящего солнца я уже говорила что при высадке тут такая такой рассеянный солнечный свет что они не вяли не пригорали но если установится пасмурная погода если солнца не будет вот когда пасмурная погода и когда в комнате так темно естественно то и здесь будет мало света но вот пока было солнце света было предостаточно так вот про солнце значит у меня мнения нет еще не могу ничего сказать в конце сезона скажу про дождь вот какой сегодня был не пропустила ничего и еще одна такая не знаю как один такой факт который то ли плюс то ли минус я не могу понять вот это вот ослепительно белая ткань вот такая белоснежная аж в глазах вот посмотришь на нее даже это в глазах так делается как это ну слишком ярко она очень привлекает колорадских жуков и это у меня вот такая очередная ловушка для колорадов я захожу и собираю их то я же вам говорила что шастают по огороду у нас колорады на земле их не видно и на растениях их не видно а вот здесь смотрите вот там вот там они короче заходят вот на этот участок чтобы покушать тут у меня баклажаны там дальше есть помидоры но их так привлекает вот эта яркая белая ткань они как мотыльки на свет огня вот вот она я вам сейчас издалека покажу отойду немножко она ответе она какая-то вот светится даже она притягивает солнечный свет и вот эти жуки они соблазнившись глупенькие они все сюда залазят их тут так хорошо видно я захожу я все равно по огороду хожу зашла раз семь штук собрала вон банку закрыла через час еще зашла еще они короче со всего огорода ползут сюда и это у меня своеобразная ловушка для колорадских жуков вот так вот и полезно и вроде бы не надо ходить по огороду может быть я нынче и травить не буду они все сюда сползутся и все соберу здесь все до свидания с вами была ольга чернова вот это такие небольшие ежедневные наблюдения по про чудо теплицу про дождь про свет и про жучков еще прям забыла сказать но немаловажная деталь без этого никак нельзя вот во время дождя и до него и вот сейчас у нас такая погода прям ветреная я показывала что вот буду испытывать теперь улетит не улетит тепличка и и прям все трепыхала но она никуда не улетела конечно с места не сдвинулась вот испытание ветра тоже прошла но был конечно не сильный шторм прям но ветер прям хороший был добрый